В Астане состоялась премьера спектакля БАК «Сад». Ее представил столичный театр АИ. Коллектив обратился к пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Спектакль создан по мотивам бессмертного сочинения. Знакомую всем историю перенесли в казахстанские реалии, а «Вишневый сад» превратился в яблоневый. У нас тоже в Казахстане, а именно в Алматы в свое время были прекрасные яблоневые сады. Алматы был городом яблок. Сейчас на их месте расположены торговые центры коттеджи. Этот вопрос волнует многих в нашей стране. И почему бы его не поднять на театральной сцене? Поэтому мы поставили этот спектакль по мотивам произведения Чехова. То, что было написано Чеховым в 1904 году, актуально и сейчас. Сквозь века мотивы человеческих поступков остаются неизменными. В спектакле задействованы как актеры театра АИ, так и представители других коллективов. Именитые артисты Жанат Чайкина и Ербол Есендосов. Постановку доверили главному режиссеру театра имени Мамбетова Улан Мурзе Карбаеву. Мы очень волнуемся, потому что, вы знаете, до этого ставили в театре «Конышпая» «Вишневый сад», и он идет в репертуаре постановки заслуженного деятеля, сахи Сергея Потапова. Спектакль приобрел большой резонанс в то время. И после них поставить на астанинской сцене «Вишневый сад» очень-очень волнительно. Поэтому мы волнуемся и думаю, что зритель получит свою частичку сада. Персональная выставка Жаната Камутова состоялась в Караганде. В 1975 году он окончил педагогический институт и посвятил свою жизнь изобразительному искусству и педагогике. Юбилейную экспозицию член Союза художников Казахстана представит через два года. Пока же выставка насчитывает почти две сотни работ, характеризующих мир вокруг карагандинского художника и члена Евразийского союза дизайнеров. Выставка, я как бы в ней передаю свои мироощущения, мое видение мира. Вот это основное направление. И, как сказать, и все-таки хочется донести. У меня столько незавершенных проектов. Хотелось бы через выставку донести до людей, что можно вот в этом направлении работать, можно интересные вещи делать. Гости мероприятия каждую работу карагандинского художника описывают как шедевр. Сам же Жанат Камутов постарался представить здесь портреты своих друзей, коллег по цеху, зарисовки рабочего процесса и репродукции картин. Назвать экспозицию в этот раз решили мир и я. Конечно, мы очень рады сегодня видеть творчество этого художника, потому что человек очень многообразный, очень разносторонний. Полюбоваться экспозицией в областном музее изобразительного искусства собрались художники, преподаватели живописи, студенты Жаната Камутова и, конечно же, простые карагандинцы. В Центральном зале Казахстан прошел вечер традиционного музыкального искусства. Артисты казах-концерта представили столичной публике лекцию концерт. Мероприятие посвятили Домбровой и певческой школе региона Арка. Данный цикл концертов, то есть тематические лекции концерта, они помогут народу знать свою историю, познакомиться поближе с культурой Казахстана и впитать в себя как бы достояние нашей страны. И поэтому мы и организовали специальный вот такой вот цикл тематических лекций концертов. Представители традиций Домбровой и певческой школы Арки внесли большой вклад в культуру народа. Среди них Баржан Сал, Акан Сере, Майрау Али Козе, Шашубай Кошкарбаев и другие видные деятели. Это не просто концерт, но и лекция. Мы расскажем слушателям об интересных фактах из жизни композиторов, представляющих школу Арки. Они узнают об истории создания произведений, как зарождались традиции исполнительского искусства, какие отличия есть именно у этой школы. В планах у артистов Казах-концерта имени Розы Баглановой провести лекции-концерты, посвященные и другим школам – Житэсу, Алтай-Тарбогатая, Сырдарьи и западных регионов. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 22 и 23 октября в Туркестанском музыкально-драматическом театре готовится к показу триптих, в которые войдут постановки «Гамлет», «Карагос», «Фауст». 23 октября в Театре имени Жантурина пройдет поэтическая драма «Фаризамен Мукагали». 23 октября в Драмтеатре имени Ахтанова труппа представит зрителям перформанс Мукагали.